Утро выходного дня, но некоторым особенно пытливым умам не даст сна, ведь они хотят испытать на прочность, нет, не свою волю, а естественно научную грамотность. Открытая лаборатория 2019, ежегодное мероприятие и многие из участников здесь не впервые. Вопросы заставляют апеллировать к самым разным знаниям, от физики и химии до истории и бытовых наблюдений. Почему именно такие вопросы, в съемочной группе рассказал один из организаторов. Вопросы в основном у нас были естественно научного характера, а почему такие вопросы, потому что эти вопросы сочетают в себе как научность, определенную проверку знаний людей, а в то же время они очень интересные. Побеседовав с организаторами, мы узнали, что открытая лабораторная акция не только просветительская, но и глобальная. В 2019 году охват лабы по миру составил более 30 стран. По задумке авторов, каждый участник может не просто пройти тест, но и при желании оспорить результат, поучаствовав в дискуссии с учеными, авторами вопросов. Стоит заметить, что для участия можно не только регистрироваться заранее и проходить в один день со всеми, но и просто зайти на официальный сайт открытой лабораторной. К слову, в начале февраля открытая лабораторная получила от Министерства образования и науки России премию за верность науке. Но зачем вообще знать много и участвовать в таких тестах? Ведь в наше время каждый планирует свою жизнь заранее и думает, что точно знает, что ему пригодится в жизни. Мы не знаем, что нам пригодится в жизни на самом деле. Вот я по образованию инженер, а работаю в области химии. То есть, пригодится в основном все, а быть эрудированным и знать многое – это всегда полезно. Пройти лабу онлайн или записаться на официальный этап каждый решает сам. Однако в последнем случае участник, отличившийся эрудицией, может надеяться на приятные бонусы и даже призы. Стоит отметить, что мероприятие ежегодно проходит в десятках городов России. А во Владивостоке площадкой для него стал как Центр содействия молодежи, так и Дальневосточный федеральный университет. Анна Бережная, Евгений Черемухин, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.